здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале моды и джидимы канал о моде красоте также об омном шоппинге я позволю себе сегодня находиться в очках потому что у нас очень сильное солнце сейчас 9 часов утра я только что отвезла своего ребенка в детский сад читая вопросы я натолкнулась на очень интересный комментарий на самом деле это случилось несколько дней назад комментарий был так оставлен несколько дней назад и был задан очень интересный вопрос считаю ли я что минимализм возможен когда перекрыты скажем так определенные факторы риска то есть речь снова идет о том возможен ли минимализм больше странах где достаточно стабильная экономическая ситуация либо минимализм чаще практикуют люди которые скажем так уже что называется подзаработали поднакопили теперь могут несколько отойти от потребления от накопительства даже несколько могут дистанцироваться от того заработка который они могут себе сейчас позволить сохраняя те темпы работы которые допустим они поддерживали еще вчера еще позавчера что я хочу сказать я неоднократно отмечала и говорила что например в италии мне кажется минимализм совершенно просто не развит если я пойду на какие-то сайты на какие-то форум форумы я в общем-то увижу такой вяло текущее и на мой взгляд даже не глубокое обсуждение сути минимализма потому что для меня суть минимализм это не потребление они потребление как я говорила это прямо таки то что может перераспределить ресурсы то что может поменять экономику и скажем так в отдаленном будущем 50 лет ближайшие может действительно очень очень сильно повлиять на том какие темпы производства будут иметь место соответственно когда я хожу на эти форумы я вообще-то вижу что очень многие статьи переведены с английского языка как я это определяю просто я эти статьи либо уже встречала либо можно посмотреть изначально на исходный вариант когда ты знаешь несколько языков это сделать достаточно просто кстати также на русском языке очень многие статьи могут быть непонятные например мне были непонятны как русскоязычному минималисту а потому что они привязаны именно к реалиям европы либо к реалиям америки например недавно я встретила статью уже даже не помню на каком языке про кредитные карты я кстати здесь в италии знаю несколько людей которые не пользуются кредитными картами и вот когда речь идет о постоянных вот этих критных кредитных картах кредитных историях это реалии опять же именно европейские это реалии именно американские потому что насколько я знаю в россии иметь кредитную карту практически невозможно это всегда дебетовая карта когда ты тратишь то что ты имеешь на своем банковском счете в то время как суть кредитной карты как раз таки заключается в том и порочный круг потребления у на потому и порочный что мы здесь в европе имея кредитную карту в америке имея кредитную карту мы тратим деньги которые мы еще не заработали мы скажем так уходим в некий минус какая прекрасная птица села на капот скажем так уходим в некий минус который позволяет нам банк мы не можем уйти бесконечный минус банк рассматривая нашу нашу кредитную историю решает какой минус мы можем себе позволить какой минус мы прежде всего можем потом покрыть наши заработные платы вообще здесь в европе в италии точно нельзя получить кредитную карту если у тебя нет стабильного дохода стабильный доход это прежде всего твоя работа а так вот кредитная карта как раз таки и суть в том что в В начале месяца у тебя ноль на этой кредитной карте, потому что она не привязана к твоему счету. И ты делаешь какие-то покупки под влиянием зачастую не своего собственного выбора, не своих желаний. И с того расчета, что ты уходишь в минус, и этот минус покрывается в конце месяца, когда твоя заработная плата туда приходит. Так вот, действительно, очень многие реалии, они привязаны, привязаны и, к сожалению, функционируют только на территории Америки, Канады, скажем так, Европы и не России. Но, тем не менее, несмотря на это, я на самом деле убеждена, что минимализм – это, скажем так, не философия только для людей, которые могут от всего отказаться, расслабиться тотально, все продать, все подарить и, в общем-то, жить себе спокойно, а при необходимости тут же что-то купить. Так же, как я и не считаю искренне, что минимализм – это, скажем так, удел только людей, которые имеют определенную зарплату и больше, даже если они хотят приложить усилия, даже если они готовы больше работать и больше зарабатывать. Но в силу обстоятельств, в силу того места, где они проживают, где просто нет работы, они не могут больше зарабатывать. Поэтому я считаю, что минимализм действительно – это, скажем так, необусловленная финансовой составляющей твоей жизни выбор. Это именно выбор. Это выбор прежде всего в сторону непокупок, непотребления. Для меня все минималисты делятся на минималистов первой волны, и я сама себя к ним отношу. Это минималисты, которые очень много покупали, в определенный момент поняли, что все то имущество – это не обязательно вещи, это не обязательно одежда, это даже зачастую просто еда. Все то, что мы пускаем в свою жизнь за свои собственные деньги, в определенный момент начинает доставлять тебе дискомфорт. Если ты покупаешь очень много продуктов, ты фактически вынуждена их доедать. Если ты вдруг заработала денег достаточно, либо твой муж, либо вы вместе заработали денег достаточно, чтобы купить дачу, вы, в общем-то, оказываетесь в ситуации так же, как и с холодильником. Тут вы вынуждены доедать, а тут вы каждые выходные вынуждены ездить на эту дачу. Моя семья, на мой взгляд, явилась заложником ситуации, когда мы купили дом на море. Я не хочу ехать на море и не хочу, опять же, никого обидеть словами, что вот я такая избалованная, живу в Италии, не хочу ехать на море. Я действительно сейчас предпочла бы остаться здесь в городе, отдать своих детей в детские лагеря. Они устроены просто великолепно. И какие-нибудь две, возможно, даже одну неделю, поскольку дети маленькие, отдых с маленькими детьми, это, скажем так, достаточно стрессовая в том числе и ситуация. В общем-то, я предпочла бы просто на неделю куда-то выехать, где мне не нужно готовить, где мне не нужно убираться, где мне не нужно менять постели, где мне не нужно вытирать пыль. И, скажем так, на мой взгляд, я бы больше отдохнула, чем за те несколько месяцев нахождения на море, где для меня фактически та же самая бытовая жизнь имеет место даже, наверное, в более интенсивном варианте, потому что на море из-за того, что жарко, из-за того, что нужно выйти на море пораньше, вернуться пораньше, детей искупать после каждого хождения на море. В общем-то, это, скажем так, достаточно интенсивная жизнь летняя. Поэтому, в общем-то, я считаю, что как раз-таки, как раз-таки очень многие люди, которые имели определенный экономический достаток, сейчас понимают, очень многие, кстати, не хотят этого признавать, что то имущество, которое они имеют, это имущество, которое, скажем так, они прежде всего должны содержать. И если раньше, это совершенно очевидный факт, что в России, что в Европе, что в Америке деньги зарабатывались несколько легче и несколько в больших количествах, то сейчас все совершенно иначе. Сейчас люди действительно, прежде всего здесь в Европе, а также в Америке, начинают понимать, насколько, скажем так, нелицеприятна оборотная сторона владения. И зачастую оборотная сторона владения в кредит. В кредит какими-то вещами бытовыми, за которые ты еще должен расплачиваться несколько лет. В кредит твоим жильем, которое у тебя возможно в ипотеке, за которое ты тоже должен расплачиваться и жить в постоянном стрессе, что сегодня у тебя есть заработок, а завтра, возможно, его не будет. Сегодня у тебя есть заработок, но завтра, возможно, он станет меньше. Недавно я посмотрела интервью Ксении Собчак с Баженой. Не совсем помню и, возможно, неправильно произнесу ее фамилию, но если вы забьете здесь же на YouTube поисковик Бажена и Собчак, вам, в общем-то, выйдет это интервью. Насколько я поняла, Бажена была то ли женой, то ли, в общем-то, гражданской женой одного из основателей НТВ. Я не очень, на самом деле, слежу и тем более в прошлом следила, у меня просто не было на это времени, за, скажем так, светской Москвой. Но, насколько я поняла, что в определенный момент денег было очень-очень много. Так вот, то, что рассказывает Бажена про то, как им приходилось содержать это имущество, про то, как, по большому счету, они не могли его продать за те деньги, за которые хотелось бы продать. Кстати, очень многие думают, что недвижимость, именно недвижимость, это очень хорошее вложение и, скажем так, перекрытие рисков на будущее. Но я почему-то думаю, что так полагают только те люди, которые ни разу не сталкивались с продажей собственного имущества, потому что я столкнулась. И я знаю, что тебе даже могут это имущество, ты приглашаешь в специальную компанию, потому что ты не можешь знать цену и не можешь взять ее с потолка, ты приглашаешь в специальную оценочную компанию, которая тебе оценивает твое имущество, но ты его за эти деньги продать не можешь, потому что, несмотря на то, что цена выставленной этой компанией привязана также и к рынку, она также исходит из того, какое твое жилье, если речь о жилье, то, в общем-то, ты понимаешь, что ты вынужден продавать и не можешь продать быстро даже в три раза дешевле. Это совершенно реальный факт. Поэтому полагать, опять же, что определенное перекрытие рисков возможно в силу накопительства, в том числе посредством недвижимости, могу сказать, что здесь, в Европе, это совершенно точно не так. Налоги растут. Налоговый город у государства, налоговый голод у государства только увеличивается. Поэтому, в общем-то, я повторюсь, своим детям буду вкладывать совершенно точно в голову, что лучше жить в аренду, уж, по крайней мере, если речь идет именно о жилье. Да и вообще, по большому счету, не обрастать имуществом, потому что те же самые дорогие машины. Кстати, по поводу дорогих машин, я очень долго, не то чтобы не могла понять, меня прямо-таки удивлял тот факт простой, что рядом с дорогими ресторанами, рядом с частной школой, которая действительно дорого стоит, тем более по меркам Европы, вы не увидите дорогих машин. Это, опять же, совершенно точный, осознанный выбор. Я заговорила, я упомянула в начале видео, что итальянцы, они, в общем-то, не обсуждают минимализм, они, скажем так, не склонны к минимализму, просто потому, что у них нет в этом необходимости. Они не склонны к потребительству в тех размерах, в которых склонна была Америка, в которых склонна Россия, в которых склонен, я предполагаю, Китай и вот подобные страны, которые испытали экономический подъем. Люди выбирают, люди при очень-очень большом достатке выбирают ездить на простых автомобилях, просто потому, что их проще парковать, их проще содержать, и если даже речь идет о продаже машины, то эти машины теряют меньше в цене, чем какие-то люксовые варианты, более дорогие варианты машин. Вот возвращаясь к интервью Бажены, посмотрите его обязательно, это, наверное, интервью из разряда «Богатые тоже плачут», но тем не менее, если вы шагаете по пути минимализма, если философия минимализма вам близка, возможно, вы сможете увидеть нечто иное, чем просто «Богатые тоже плачут» в этом интервью. Это прежде всего история о том, как была возможность много покупать. У каждого из нас появляется в жизни возможность много покупать одежды, много покупать продуктов, много покупать недвижимость, если нам повезет и так далее. Варианты, на что потратить наши денежки, благо, в общем-то, не являются дефицитными, потому что рынок современного потребления, современного предложения, он просто перенасыщен, именно потому что мы готовы, мы, потребители, готовы покупать. Так вот, посмотрите это интервью, возможно, оно позволит вам посмотреть на привычные вещи действительно по другим ракурсам. И завершая это видео, я в который раз хочу сказать, что действительно минимализм, он поменял мою жизнь, он поменял мое отношение к вещам просто-таки кардинально. Это случилось также благодаря детям. Я поняла, действительно, переоценка произошла определенных ценностей, хотя я никогда не была, что называется, материальной девушкой, как поет Мадонна в своей известной песне. Нет, я всегда была, скажем так, за какие-то прям такие духовные, семейные ценности, но, тем не менее, даже в моем случае минимализм, ну, а также появление детей, безусловно, поменяло мои представления об этом мире просто-просто кардинально. Чего я вам желаю? Прежде всего, иметь возможность в этой жизни как можно чаще смотреть на вещи с другого ракурса, потому что этот альтернативный ракурс дает вам большую свободу. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем хорошего дня. Пока-пока.